Добрый день, в эфире Рянук ТВ. У нас на прямой линии народный артист России, болгарский и российский советский певец Педрос Киркоров. Здравствуйте, Педрос Филиппович. Спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Мне приятно всегда с Арменией поговорить. Как стали певцом? Как стали певцом? Но дело в том, что когда в 1944 году мне было уже 12 лет, я окончил 10 класс. И надо было поступать в сапожное училище, чтобы пойти дальше, получить чутушку хотя бы моделиера в сад или что-то. Я пошел, а в этот момент получилось так, что тогда уже была война, все это немцы. Мы жили напротив школы, школа была, госпитал немецкий. И около школы живели греки, турки, армяне, болгари, цыгане даже тоже жили очень, евреи жили. Учились в одной школе, но когда немцы пришли, уже школы не было, потому что превратили школу в меценбат, в госпитал. Раненые немцы там сидели. А дедушка работал как себе и всегда, он, можно сказать, был на почете. Всегда он нас собирал, рассказывал, учил мамина, мамина отец. А меня очень любил, потому что мама была последняя его дочка, у него было 4 сина и 5 дочерей. А у внуков было где-то 12-13, по-моему, мы были там. В одной дворе жили все. И вот так мы вырастили. А потом, когда пришли советские солдаты, уже образовались кооперации. Знаете, обувная кооперация, швейная кооперация. Кооперация собирались люди, делали свои маленькие предприятия. Мама работала швея в фабрике какой-то, которая называлась «Дружба». Они шили военные вот эти валенькие, ватенькие, знаете, такие костюмы. И потом получилось так, что каждая обувная кооперация имела своя художественную самодеятельность, как тогда-то здесь. Кооперация, заводы имели свои коллективы художественные. И я записался там, чтобы... Я хотел танцевать, танцевальная группа хотел пойти. А когда пошел, сказали, о, там уже собрано, места нет, в хоре есть место, давай в хоре. И мама так как пела в городском хоре, давай, по снаме, говорит, пойдешь. И городской хор, который назывался Ереван. Организация Ереван была организована, такая наша армянская организация, диаспора. И в этом хоре я пел солистом. Сколько лет у вас было? Мне было 13-13 лет, начал петь в хоре. И даже солистом встал на одну песню, Ашхаданьки Ерки, назывался Ашота Сатьяна. С хором соло пел. И диригент, который дирижил этот хор, а я уже в обувной кооперации работаю, он говорит, слушай, мальчик, у тебя есть, говорит, голос, давай, говорит, я тебе дам педагога, будут оплачивать уроки, кооперация. Ты ничего не будешь платить. Я договорюсь, говорит, ты все-таки поешь в хоре. А мы там заплаты не получали, просто это художественная самостоятельность была. Я согласился, и когда месяц поучил, пошел к председателю медскому, говорит, я договорился, иди, говорит, получи деньги, иди заплати за учителя. Я когда пошел, он мне задает вопрос, какие, говорит, ты, какую практику прошел, говорит, дамские обувь или мужская обувь? Должен писать там. Я говорю, какая обувь? Я говорю, пел, уроки брал по пеянию. Говорит, а как я буду платить тебе, говорит, какое отношение имеет пеяние к сапожному делу? Не имею права, говорит, платить. Я плачу только за обмен офиса, там, если ты пошел по своей профессии, практиковать или что-то там, заплатить за это. Я пошел домой расстроенный, мама тоже расстроенная, пришла, почему ты так всегда наполовину узнаешь, давай пойдем платить человеку деньги, который был в уроке. Я говорю, мама, я не пойду, я стесняюсь. Она, давай, давай. Она стихо была. Знаете, швейные машины всегда снизу, где нитки кладут, там это как касса была. Там всегда деньги. Она открыла это, взяла деньги, пошли. Человек, говорит, носит, она дает так и так, говорит, мой сын брал уроки. Вы знаете, говорит, мы дальше не будем учить, потому что будет у нас сапожники все. А платит уроки, говорит, у нас нет возможности. Он вернул деньги маме, говорит, госпожа, говорит, у него голос. Я, говорит, не буду брать деньги и буду брать, давать уроки и увидите, говорит, скоро, говорит, оперный театр будет менять состав. Там, все, говорит, уже старые, будут набирать молодежь. И вы увидите, говорит, я его научу при этом время какую-то песню. Он споет, его примут туда. И так и стало. Без музыкального образования меня поедет оперный театр. Но только три месяца. После три месяца мне стало 17, да, три года. После три года мне стало 17. Я должен ехать в армии. И на армии три года служил на границе. Там уже сделал хор тоже так, более-менее солдатский такой, на роте. Я отопел хор и знал песню. И так оттуда начал. А потом служил 30 месяцев, а должен был служить 36, ну и жили. А остальные 6 месяцев меня забрали, был такой ансамбль трудовых войск, где служили все там евреи, цыгане, турки, греки, которые занимались строительством. Они строили езавири, это дамбы строили, заводы строили, такие строительные войска. И к этим строительным войскам был ансамбль. Как Александровский ансамбль, только это военный ансамбль. А там строительный ансамбль. А руководитель был Киркор Киркоров. Звали его. Тоже самодетельный. Не учился нигде. И он нас готовил там, в этом ансамбле. И вот так постепенно, постепенно я уже начал петь. Какой был первый армянский композитор, с которым вы познакомились? Самый первый композитор вот с этим ансамблем, военный ансамбль трудовых войск. В 55-м году был пятый международный фестивал молодежи и студентов в Варшаве. Польша. И этот ансамбль уже переодели в штатских костюмах. Был ЦК консомола Болгарии. Как ЦК консомола. Ансамбль. И мы поехали в Варшаве. А диригент Армянин, он выучил одну армянскую песню. Арам Ильича Хачатуряна. Называется Хаястани Гармир Кини. Гармир Кини называется. Ковен Кангер Бурак Сазов. Хаястани Гармир Кини. Эта песня Арама Ильича выучили. И на этом фестивале пели. Арам Ильич оказался в жюри. Фестиваль. Он представлял советскую делегацию какую-то. Членом советской делегации был. Он был известный композитор. И когда объявили, значит, музыка Арам Ильича Хачатуряна, слова Ашота Сатьяна, он на это обратил внимание, но обратил внимание на другое. Все эти... Мы были сто человек. Пор. Все пели на чистом армянском языке. И Арам Ильич хотел познакомиться с делегентом. Кто делегизирует этот коллектив. И как так много армян в Болгарии. Но делегент не пожелал поехать, потому что он по-армянски не знал. Он был из Румынии. Румынский армянин. А в Румынии там не разрешали строить школу, церковь. Они протестанты, они не православные. И поэтому там армянский язык он не знал. Говорит, Бедрос, я армянский не знаю, давай идти. Пошел я. Потому что человек, который пришел, что хочет диригента показать, вызывает, Арам Ильич вызывает дирижера, пошел я. А говорит, ты солист, говорит, а где диригент? Я ему объяснил, Арам Ильич, так и так, диригент, говорю, армянский не знает. Ну что за армянин, говорит, армянский не знает. Он, говорю, румынский армянин, поэтому, говорю, там армянский нет, школа нет ничего нет скажи пожалуйста говорит вы откуда я говорю откуда от софии город софия консомола а это говорит все эти 100 армяне говорит как на научили как хорошо поете по армянски я говорю там армянин армянин говорит только я еще один баритон а все остальные говорю болгарии мы их были научили а как научили но сначала рецитировали это со всеми по отдельности целые полтора месяца мы репетировали эту песню и вот так я познакомился в армянин еще качатуряном первые испанят песни алёша песня алёша появилась когда уже получилось так что пятьдесят шестьдесят первом году шестьдесятом году было построено международный дом журналистов болгарии в армия это всех социалистических стран это было семь социалистических стран построили дом журналистов каждая страна участвовала строительство этого здания девятоэтажное здание у берега моря и туда приезжали советские журналисты венгерские немецкие журналисты но кроме журналисты так как там было это единственное здание девятоэтажное у берега моря очень хорошо конфронтабельное еще приезжали и артисты писатели поэти композиторы отдыхать там на путевку и вот так шестьдесят первом году приехала милиция своей женой тамара макарова и сын тогда был карен отдыхать а так как армянская диаспора была очень сильно варне мы имели церковь мы имели очень много денег в таком плане что церковь всегда кто-то если близких человек нету в ту имущество оставлял церкви церковное настоятельство было очень богатое поэтому пригласили арам ильича на встречу с армянской диаспоре каком-то ресторане и меня пригласили чтобы я пел эту армянскую песню на этом вечере там и когда он меня увидел он меня узнал будет так это говорит ты который варшаве говорит пел и вреда а где сейчас работаешь я говорю в армянской опере работаю а я уже начал работать в армянской опере меня приняли туда уже как это как солист и закончил что я говорю ничего не закончил армянский я ноты не знаю ничего не знаю а когда они отдыхали вот эти делегации немецкая российская болгарская венгерская конце сменой каждая делегация должна была сделать капусты знаете капуста такой показать самодеятельность такой какой-нибудь песни пели танцевали и специальные жюри там которые выбирали между журналистом давали первое второе третье место первое место кто забирает дается кадр там у них был один такой хороший катер где-то собирает человек 15-20 и дает где-то двадцать пять-двадцать шесть ящиков шампанско в короб корабль в этот на море и там целая ночь я для них пел итальянские болгарские турецкие армянские и старинные романсы и русские песни и вот так аромилич тогда выиграла немецкая делегация и как аромилич очень известный композитор пригласили его как быть гостем у них на корабле и когда я пел а приехал министр культуры на другой день аромилич уезжает попрощаться министр культуры хотел попрощаться аромилича и аромилич говорит ну как безобразие говорит вашему театре поет мальчик который говорит армянин образование не имеет музыкальные давайте говорит пошлите его в ереване а мы говорит уже будем его учить ереванской консерватории и вот так это был первый ход но этот министр ничего не сделал конечно а на следующий год 60 в 62 приехал арома баджанян женой и вот это уже случай я рассказывал по моему или не рассказал рассказывали чтоб ознакомиться как аром или арома баджанян сыграли вот они первое место взяли и потом благодаря арома баджаняна еще раз повторил но тогда был начальник управления культуры города он меня знал и когда он сказал ну как говорит я не знал это говорит ну давайте говорит пошлите говорит и он тут же мне сказал завтра говорит 12 часов приходи в горе спалком комнату такой же и мы с тобой поговорим я пришел он садись пиши автобиография и вот так я попал россии а песня алёша а песня алёша явилась она шестьдесят седьмом году уже это было шестьдесят второй год а шестьдесят втором году организовалась первая политическая песня мест от стран который называлась алый мак посвященная основателям болгарской коммунистической партии в городе благоевграде это основателям болгарской коммунистической партии как линии и метро благоев был такой политик и там был организован фестиваль а председателем жюри был эдуард савильевич калмановский этом фестивале в этом фестивале участвовали все соседческие страны со своими солистами со своими артистами композиторами все показывали свои произведения и получилось так что тогда когда показали все свои произведения арно я сказал уже что получилось там рассказал что арно выиграли первое место и и я пошел на этом встрече и он уже меня послал заполнять автобиографии я так попал советский союз а советский союз и попал когда уже учился я приехал ереван москву два 18 августа а 1 сентября начинается уже учебный год всех у вас никто из ереван не приезжает меня забрать чтобы повезти ереван я должен ехать ереван и получилось так что я когда ждал это дело и меня пригласили на 9 сентября пет на концерты послушать освобождение болгарии и во время этого выступления тереза мне аккомпанировала и я спел и там находился юсилдович гобзон он тоже пел в этом концерте какой песни пели какой песни пели я пел оперные арии я тогда на эстраду не пел пел оперные арии старинные романсы оперные арии но тереза сказал обратился к обзор это будет наш самый популярный певец я сейчас прошу говорить что тебе делать ехать ереван или не ехать она ну зачем говорить ереван говорит поедет говорит одессе даже в городе говорит покровский здесь гениальные говорит режиссеры композитора у него говорит голос если давайте говорить к тирже если вы от паруса а покровский говорят преподает у нас где ты сегодня Вот покажите, говорит, ГИТИС. И вот так ГИТИС показали меня, Покровский меня одобрил. Он уже второй курс вел. И так я в Ереван не поехал. И остался в Москве. И в Москве уже, можно сказать, дальше Тереза меня аккомпанировала все мои концерты в Москве со мной. И ходила на все, как концертмейстер, на пиано. И тогда Калмановский жил этажом выше над нее. А я занимался только у нее. И он один раз сказал, а кто там, говорит, соловьем распивается? Это был уже 67-й год. Да, почти уже я заканчивал институт. Я 62-й поступил. И сейчас 6-й заканчивал, да. Заканчивал уже институт. Говорит, там Болгария, из Болгарии. И меня всегда объявляли, это не армянский певец. Наш друг из солнечной Болгарии Бедрош Киркоров. И они объявляли Крикорян. А любой армянист, наш Киркоров, это Крикорян. И вот так получилось, что я остался в Москве. И благодаря этому я уже начал записывать песни на радио. И потом окончил институт. Работал в Москонцерте, Московской областной филармонии. И какой день был, не помню. Калмановский пришел к Терезе, показал свою песню. Я как послушал первую песню, даже покритиковал его. Говорю, Эдуард Савельевич, здесь, говорю, идет темп вальса. А, говорю, песня грустная. Поется советский солдат, который погиб. А с ним был какой-то старичок такой, более такой старенький человек. Он сказал, молодой человек. На этой песне, говорите, люди будут носить цветы на могиле павших героев нашим, русским солдатам. И так и получилось. И вот так я начал петь. Это стала моя коронная песня, где бы ни ходил, где бы ни ходил, всегда просили Алеша, Алеша, Алеша. И вот так эта песня стала одна из популярных. Что, что? Песни, которые играли роль в вашей жизни. Да, роль в моей жизни. Да, вот мне было 10 лет, то есть 12 лет, когда встречал советских танкистов. Я об этом рассказал советскому поэту Борису Дубровину. И добавил, что на болгарской земле не погиб ни один советский солдат. И все удивились, как можно так. Это фактически так. И потом, я никогда не забуду этот танкист, который выскочил из своего танка, подошел ко мне нежно, по-отцовски погладил по головке. И тогда я впервые услышал синок. А синок по-болгарски значит синько. Видите? Синок, синько. Я понял, что он ко мне обратился, как родной отец. И когда Дубровин написал прекрасную песню, и когда узнал, что четвертый куплет написал, он когда узнал, что я женат на русской, тогда он написал четвертый куплет. «Я так с Россией породнился, она теперь как отчий дом, на русской девушке женился, и сам уже я стал отцом. И сильно ласково и грустно, когда в глаза ему смотрю, негромко, ласково, сердечно, как тот танкист, я говорю, синок, синок, синок». И вот так заканчивалась песня. Люди плакали в зале. Особенно в этой последней строчке «Синок, синок, синок, эх, синок». А ваши внуки и внучки тоже любят петь? Они поют, но, знаете ли, я не знаю, вы станете или не станут, но они поют. Они поют и танцуют, и ходят. Мартин ходит на футбол, Алла ходит на танцы и на акробатика. Но бросается туда-сюда. Сейчас в школах, знаете ли, есть кружки. Туда-сюда, но что буду, это дальше будет видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова